Идем дальше. Угульгар тактическая, запорожская тактическая, хотя появились иранские беспилотники, и вот они активно сосредоточены. Появились иранские беспилотники? Да, появились, они сосредоточены на запорожском направлении преимущественно, потому что... А можно судить об их количестве, кратности? Много, Марк, их много реально. То есть реально, как говорят, там 80-100, вот в таких параметрах? Их реально много, и десятки, уже несколько, пару десятков случаев применения отмечено, может быть и больше. Они стараются по неподвижным целям, днем, ночью пока не видно. И переправам, по позициям артиллерии, по боеприпасам стараются работать. В общем, все то же самое шумы. Это их такой маленький химорстом морощи. То есть иранцы все-таки таки дали эти беспилотники? Понимаешь, это тот как раз случай, как учат молодых аналитиков. Если крякает, как утка, выглядит как утка. Ну да, это утка. Не-не-не-не, это не обязательно утка. Возможно, нам показывают утку. Но вполне может быть и утка. Так вот здесь... Сбили хоть один? Почему? Можно? Разобрали? Часть попала, да, и там практически то, что увидят, не оставляет сомнений в том, что это иранский беспилотник. Интересно. Нет, надо будет следить за этим, и если у тебя будет появляться новая информация, нам скажи. Мы, вооруженность Украины, внегласные внутренние коммуникации называют это иранскими беспилотниками. Тут как бы мы ждем мнения израильских специалистов, особенно реакции израильской стороны. Может им интересно... Она может быть очень болезненной. Я очень сильно сомневаюсь, но хоть какая-то. Нет, ты не скажешь, тут масса всей... Знаешь, я тебе так скажу, давай я тебе объясню. Если иранцы дали беспилотники, давай поставим себе на место иранцев. Они, значит, что-то потребовали взамен? Безусловно. А что, они могли потребовать взамен? Ты же мне все время вопрос, задачки задаешь. Мало ли чего они могли потребовать взамен. А может это быть радиоактивные материалы? И вот тут Израиль сразу должен подниматься на дыбы. Ну, как бы это логика-то есть? Железно.